Итак, как видим, сейчас у нас ночь, но единственное, выпал снег, так что все-таки на улице немножко светло, кавера такой дает желтизной, теплотой, вот, идем мы пешком, соответственно, в руках у нас есть зачетный фонарь Феникс ТК-75, это минимальный режим, вот так он подножками светит, в принципе, картинка реальная, но камера чуть-чуть его, наверное, делает ярче, вот, по экранчику, по крайней мере, может, хотя немножко, можно сказать, что экран немного замерз, откликается он плоховато, все-таки зима в России, вот, это второй режим у нас в группе, он тоже светит зачетно уже, далее, ну, далее, что говорить, становится очень ярко, объекты видны далеко все, которые находятся, вот, ну, и следующий у нас это турбо-режим, самый зверский, могу сказать так, то, что данный режим у нас совершенно не слепит глаз, вот, может, мои уже привыкли к ТК, а, между прочим, очень даже нехило, здесь у нас целых 2600 люмен, вот, батарейки еще свежие, я зарядил их, вот, смотрите, можно посмотреть, такой лучик в небе, который идет до прекрасного фонаря, да, причем заметно три луча, которые исходят из рефлектора, вот, элементы питания стоят санью, 2600, они в тесте себя показали достаточно неплохо, как раз соответствуют рекомендованным показателям Феникса, где заявлено было в турбо-режиме час 15, у меня в турбо-режиме получилось час 05, вот, разряд их не был достаточно нормальный, они практически равномерно разведились, я не использую аккумулятор защиты, я использую без защиты, в основном, итак, что я вам хотел показать, вот мы в лесу сосновом, хопа, просто шикарно, тропинка, деревья в ряд, смотрится это все на самом деле просто изумительно, вот, вот еще идет дорога, как видим, все тоже прекрасно освещается, следующий режим, еще становится все лучше, можно сказать, вообще, как днем видно, вот, сфокусирован фонарь очень хорошо, он в меру является и дальнобойным, и широкий луч имеет, то есть, как видим, практически, вот фонарь я держу, под ногами у нас все светло, а если приблизить вообще вот к телу, то есть, вот моя нога, соответственно, под ногами все видно, гулять с таким фонарем очень приятно, еще раз повторюсь, ну и, конечно же, турбо-режим, куда без него, ну, просто сказка, поверьте мне, этот фонарь вообще мастхэвный, я не очень люблю фонари фирмы Феникс, точнее, они делают хорошие фонари, но они скучные фонари, вот, данный фонарь, в принципе, тоже не является каким-то суперпотрясающим фонариком, но мне он очень понравился, в фонаре, кстати, имеется строп, да, это жуткая вещь, это 2600 люмен стропы с переменной частотой, которые слепят кого угодно, также в этом фонарике имеется режим SOS, SOS идет уже на частоте гораздо меньше, на количестве люмен гораздо меньше, чем 2600, честно говоря, сейчас характеристики не помню, в районе, наверное, 600 люмен, вот, но, тем не менее, это очень тоже хорошо, потому что, если вы попадаете в какую-то экстренную ситуацию, вам действительно нужно подать сигнал бедствия, лучше, чтобы рантайм на этом сигнале был гораздо выше, у меня уже, к сожалению, замерзает ЖК-экранчик на камере, вот, сплошные разводы идут, кстати, вот мы, в принципе, хвойный лес, березы есть, все здесь есть, к сожалению, это самое широкое положение на камере по зуму, вот, ну, что хочется сказать, цветопередача у фонаря очень отличная, то есть, хоть он и, в общем-то, холодный свет, но, как видим, все очень даже хорошо передается, не знаю, насколько на камеру, то есть, я для своего глаза могу сказать, что листочки, вот эти сережки, которые на дереве уже сухие, они действительно коричневые, ствол дерева, как видим, тоже, мы видим, что он такого соснового цвета, рядом вот у нас березки, березки тоже, как и положено им, черно-беленькие, вот, различается хорошо травка и все остальное, то есть, вот, цветопередача, это не какая-то синюшность, жуткая, как на китаезах все стоит, раствайеры и так далее, фонарь пригодный сразу, имеет стабилизацию шикарную на турборежиме, единственное ограниченное у нас является это по времени турборежим, ну, что поделаешь, во-первых, я вас могу уверить, что фонарь греется зимой, как-то не странно, да, ну, что поделаешь, фонарь очень мощный, замечательно просто к ним светить, смотрите, идет такой снежок небольшой, я хотел, конечно же, большего снега, чтобы луч был виден, или какой-то снегопад, вот, вон у нас, в лесу, можно, сейчас приблизим, да, у нас там видны без проблем скамеечки и так далее, к сожалению, я камеру поставил в ручной фокус, дабы она не бурила по фокусу, по фокусировке, потому что до этого снимал, но она очень долго искала зум, этому, наверное, способствовало, все-таки, в темное время суток, вот, она замерзла, и фокус совсем был плохой, и когда доставал из сумки, так вообще была проблема с тем, что немножко запотелось стеклышко, ну, и это была полная задница, вот, мы с вами в лесу, вот так я, смотрите, хоп, я выключил фонарь, теперь я включу его опять в турборежим, вот, даже в лесу становится светло, когда ты светишь им в небо, такое мини-солнце у нас получилось, вот, смотрите, какая красота, немножко лежит снежка, на такой, посчитаю, плоской веточке, с листочком, чуть-чуть сделаю поменьше турборежим, вот, просто очень красиво смотрится в реале, не знаю, насколько камера это сможет передать, давайте чуть-чуть отъедем, зумом, рука в перчатке, немножко неудобно это делать, но тем не менее, вот, фонарь для Outdoor просто шикарный, к нему можно насаживать сколько угодно новых кассет для аккумуляторов, это просто великолепная штука, то есть Tarantime мы можем делать до бесконечности, насколько позволяют ваши средства, вот, и, соответственно, на количество приобретаемых удлинителей и на аккумуляторы. Аккумуляторы лучше использовать в таком шикарном фонаре, конечно же, самые хорошие, Panasonic. Так, попробуем немножко позумировать, вот, вот и там все видно до конца, игрушка шикарная, заявленная, 606 метров в фонаре, ну, фонарь намного круче катапульта, однозначно, по дальнобойности, хотя он не является дальнобойным фонарем, но тем не менее. Все, большое спасибо за внимание в лесу, дальше мы здесь немножко продолжим тестировать VeloFarum, и совсем забыл про один недостаток данного фонаря ТК. Сейчас на улице морозное, это можно увидеть по пушкам. да, как видим, полетел мой пышок, вот, но проблема в том, что, сейчас вам постараюсь это показать, насколько это возможно, вот, как видим, в серединке у нас, вот так давайте, все-таки, наверное, ближе, немножко лучше, вот, в середине фонаря образуется сразу же конденсат, как только мы его включаем на турбо режиме. это единственный минус, который есть в данном фонаре, больше минусов никаких нет, поверьте мне, ну, за исключением того, что летом он будет перегреваться в турбо, если он греется зимой, но, еще раз, хочу сказать, что, это все-таки, три тысячи честных, настоящих люмен, придется, все-таки, чем-то расплачиваться, за эти три тысячи люмен, вот, пускай их меньше, на 400, 2 600, это не важно, но фонарь просто шикарный, тем более, стоит он не так уж и дорого, на самом деле, для хорошего фонаря, в руке, эта дура сидит, ну, просто замечательно, фонарь очень удобный, легкий, вот, для своих габаритов, я думал, будут тяжелее, у меня всегда была проблема, то, что я хотел фонарь именно с широким таким стволом, вот, мне очень нравилась катапульта, но единственная претензия, которая к ней, у меня к ней была, это именно то, что диаметр чуть-чуть, мало мне для руки, вот этот фонарь, просто шик, по сравнению с Трунайтом ТН-31 и ТН-30, намного удобнее, вот, фонари, конечно, Трунайт тоже замечательные были, но, 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 этот фонарь гораздо прекраснее, я в него просто влюбился, надеюсь, Феникс продолжит, делать что-то подобное, как продолжать данную линейку фонарей, вот, ну что ж, большое спасибо фирме Феникс, пускай они сделали не такой веселый, скучный фонарик, но, он хорош на самом деле, это самый замечательный фонарик, который есть в линейке фирмы Феникс, я считаю, на данный момент, в следующем бы я поставил, наверное, ТК-22 новинку, который мне тоже очень понравился, они сделали то, что как раз не хватало 21, это прибавили мощности, но могли бы, конечно, еще прибавить, сделать, например, максимальный турборежим 1000 люмен, пускай бы ограничили сильно его по времени, но, тем не менее, вот, еще раз спасибо вам, что посмотрели данное видео, до свидания, а вот так это все ночью смотрится, да, Тоска зеленая, или сосновая, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok